Невероятно, но факт. Открываются спортзалы, кинотеатры и бары. Уже со 2 июня. Так решил Берлинский Сенат. Контактный спорт пока запрещен. Кроме того, разрешили концерты под открытым небом. Не более чем на 150 человек, но тем не менее. Фитнес-клубы, театры и кино закрыты в столице уже больше двух месяцев, середины марта. И терпят серьезные убытки. Владельцы фитнес-клубов даже вышли на демонстрацию к зданию мэрии Красной Ратуши Берлина в этот вторник. С требованием разрешить им снова открыться. Они терпят серьезные убытки, так как клиенты массово отменяют свои абонементы. Часть тренеров переключилась на видеоуроки. Но этого не хватает для того, чтобы покрыть расходы. Но надежда на скорое открытие и у спортклубов, и у кинотеатров все-таки есть. В соседнем Бранденбурге спортклубы заработали с сегодняшнего дня, 28 мая. А театры и кинотеатры должны будут открыться уже 6 июня. Но с очень серьезными ограничениями. В закрытом помещении не может находиться более 75 зрителей. На открытом воздухе не более 150. А вот готовы ли сами берлинцы ходить в спортзалы и кинотеатры? И на каких условиях? Моя коллега Татьяна Матвиенко поговорила со столичными жителями и узнала, что они об этом думают. Я считаю, что они должны открыть кино, театры и другие места развлечений, потому что людям этого очень не хватает. Я тоже считаю, что все нужно уже открыть, но, конечно, с определенными правилами. Да, с ограничениями, но пусть откроют. Это длится уже очень долго, два месяца. Берлин потерял свою атмосферу, ведь Берлин очень открытый город, а сейчас каждый по отдельности. Я думаю, если мы будем подходить к этому с умом, то стоит открыть кино, театры, а также бары. Я так скучаю по барам. Я против. Я за то, чтобы поддерживать актеров финансово. Но я против открытия и соображений безопасности. Удовольствие от этого сомнительное, потому что атмосфера везде подавленная. Каждый внимательно должен следить за собой, за другими, чтобы соблюдать все предписания. От этого теряется вся привлекательность. Да, обязательно нужно открывать. Я во время карантина стал настоящим скелетом, потерял много массы. Поэтому пришло время снова начать тренироваться. В фитнес-центре, в перчатках или в масках ходить, мне кажется, что это абсурд, если честно. А так, ну, не знаю, два метра дистанция, допустим, в кафе сейчас, но никто не соблюдает, мне кажется. А в кино и в театре можно и в маске посидеть, час два, и в шарф. Ничего страшного. Лучше открыть все позже, но полностью, без ограничений. Мне кажется, в области культуры это лучшее, что можно сделать. Потому что только так можно действительно получить эмоции, которых ожидаешь. Ведь поэтому мы платим деньги. Нет, пока лучше не открывать. Я считаю, это слишком рискованно. Да, я одержима любовью к кадру, к изображению. И поэтому мне сейчас особенно этого не хватает. Я безумно хочу в кино. Как раньше, два раза в неделю. Хочу в театр, скучаю по филармонии. Любая музыка из радио или в плеере – это ведь консервы, а я люблю оригиналы. Но я боюсь наших сограждан, что они не будут носить маску. Многие в обычное то время не соблюдают простые правила. И поэтому я очень боюсь, что возрастет опасность второй волны. Кстати, я больше люблю ходить в театр, чем на кладбище. Идем в театр, чем на фридхов. Продолжение следует...